дорогие друзья здравствуйте как известно все мы сейчас находимся в режиме самоизоляции я считаю это время когда действительно можно потратить на пользу для уборки дома доделывания каких-то домашних дел и конечно посвятить время своему какому-то хобби мне есть своеобразное хобби я очень люблю выращивать разные виды растений которые полезны то есть которые можно съесть я этим занимаюсь уже давно но в этом году у меня получилось так немножко больше свободного времени я чуть-чуть побольше сделал посадил то что сейчас вы здесь видите я все подробно расскажу это процентов наверное 25 того что у меня уже растет по подоконникам подоконников не хватает надо менять квартиру на многокомнатную чтобы подоконников хватить и поэтому тут проблема перенаселение уже существует растений что бы я хотел сказать во первых помогла мне во всем вот такая тепличка я ее приобрел в одной из торговых сетей она действительно работает я ее доработал немножко лампочки для того чтобы температура там поддерживалась накаливание посты поставил остальные люнисцетные для того чтобы было достаточно света для растений все растения проросли ну изумительно быстро в два-три раза быстрее чем обычно они прорастали просто когда на горшочке сажал на без этой теплицы и получилась такая красота ну что хочется сказать что посадил все начиная от перца двух видов несколько даже не двух больше видов и сладкий перец посадил и перец острый посадил даже лекарственную травку посадил розмарин хочу попробовать что это такое будет здесь сельдерей у меня растет петрушка растет вы видите вот она уже так это достаточно взрослая скоро я буду пересаживать в более крупную емкость и заполнять землей должно все получиться ну там дальше перец для специально для супруги посадил мелису посадил мяту она выше сейчас она на более теплом месте скоро она будет проклевывать сами лиса вот уже такие большие деревца я их по горшкам уже скоро посажу супруга очень любит пить чай с мятой которая вот прям свежая с окошечка сорвал чайчик бросил очень все вкусно получается внизу базилик несколько видов несколько видов повторяю даже шпинат есть исполинский он правда не совсем исполинский ну мы уверенно им помогаем к этому стремится горошек посадил для детей все должно тоже прорасти уже прорастала пробовал ну томаты у меня очень много томатов четыре вида чериков которые можно вырастить на подоконнике это томатов вишенка черная здесь представлен я его еще не пересадил сегодня этим буду заниматься чуть побольше вырос вот уже до таких размеров волшебная арфа томатики черри а вот пересадил еще отказал успел пересадить вот такие горшочки вишни черная черик черик бахчисарай вот смотрите самые такие большие побеги и вишня желтая всего у меня получилось четыре вида различных черек но это я в тазик поставил специально сюда накидал просто разной зелени она проросла чуть-чуть еще поднимется где-то на столечко и можно будет ее просто ножничками так раз-раз-раз салатик будет вообще замечательно дальше маленькие такие всякие теперь нюансики которые интересные вот один из видов которыми тоже растет на подоконнике это обычная садовая крупная земляника в прошлом году мы уже пробовали плоды это уже растение второй год растет уверенно растет солнышку радуется я думаю что скоро можно будет побаловаться ягодками ягоды плоды она дает практически до октября вот свести должна где-то в апреле в конце апреля в мае есть еще маленький нюанс у меня есть киви киви вот маленький росточек я сегодня пересадил уверенно тоже растет этому как говорит продавец семян который мне продал она где-то до расстояния полуметра вырастает и дает мини плоды ну что ж посмотрим время покажет не мог пройти в магазине мимо черной смороды она так очаровательно пахла такие черенки пахучие были я его взял посадил в ведро ну вот вы посмотрите что получилось уже на подоконнике насколько выросла черная сморода это тоже за несколько дней супруги решил немножко порадовать она очень любит гладиолосы ну и просто тоже магазине купил луковицы гладиолоса вот посмотрите они прорастают хотя мама моя говорила что в тепле на балконе там или в квартире они не прорастут ну результат пока совершенно другой следующей серии да следующей серии мы уже покажем динамику этого вопроса здесь немножко все изменится потому что здесь будет два уровня помидор зелень подрастет ну и приглашаю всех на дегустацию когда все вырастет от семьи антоновых всем большой привет как у нас говорят подписывайтесь на нас мы любим вас до свидания